Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте! Это не обязательно. Факультета бизнеса и высоких технологий. У нас с вами второй семестр. Дисциплина, которая у нас изучается, называется алгоритмы и структуры данных в изложении на языке программирования Python. Мы с вами сегодня будем кое-что повторять, а кое-что, понятное дело, новое изучать. Но скорее лекция предназначена на такое активненькое повторение. Давайте с вами вспомним, а может быть и поговорим про то, что такое асимптотика алгоритмов. Есть две основные асимптотики. Одна, как говорится, пространственная или более, как сказать, ходовая, по памяти, как говорят. И временная, то есть по времени исполнения. Ну или по скорости исполнения. Давайте лучше по времени, потому что чем больше, тем, казалось бы, скорость больше. А тут наоборот, чем она больше, тем хуже. Поэтому время вычислений больше будет хуже. Значит, смотрите, в чем идея? У вас алгоритм выдает ответ. Но в данном случае это не то, что у меня от х он будет выдавать вам некий у. Ну, то есть алгоритм в общем случае, как я уже вам говорил, это некая функция. Если мы не заглядываем внутрь, а смотрим на алгоритм, как на черный ящик, что во многом, кстати, современный искусственный интеллект нам предлагает, да черный ящик, как он этот ответ вам выдает? Не знаю. Держи ответ. Откуда ты его взял? Гон это или не гон? Чем хороши алгоритмы классические? Это алгоритмы формально исполняемые. У них есть детерминированность, у них есть некое предсказание, то есть некоторые возможные методы даже верификации алгоритмов, когда мы прям доказательно доказываем отсутствие в алгоритме ошибок, и он некоторым образом реализует вычислимую функцию. Мы с вами не будем заниматься теорией вычислимости, рассуждать про машину Тьюринга, хотя конечные автоматы, по-моему, мы как раз затронем в этом семестре. Но тем не менее, сейчас смысл в следующем. Алгоритм, если мы не смотрим внутрь, не заглядываем, это черный ящик, некая функция. Но вычислимая функция, она специфична. Вот мы бросаем ей, она как мясорубка, раз переварила, выплюнула фарш. Мне к ней Y выдала. Мы ей бросаем, она что-то выдала, орехи забросили, она нам ореховая, как она называется, пасту выдает. Мы можем, соответственно, получать нечто. Но бывают алгоритмы, которые нам могут при повторном забрасывании X выдать что-то другое. Я вам говорил, что это так называемые чистые функции или нечистые функции. Если у нас есть детерминизм, то это должна быть чистая функция. На самом деле в программировании у нас будут и нечистые функции. Тут слово «чистый» антонимом не является слово «грязный». Чистая в смысле математична. Она детерминированна, математична. У нее нет никакого запоминания. Нет никаких глобальных переменных, влияния извне, так называемых побочных эффектов. Чистая значит pure, только функция. Pure function. Ладно, мы сейчас про чистые функции прямо не будем говорить. Для меня сейчас другой вопрос. И я сейчас не с этой точки зрения рисую, что у меня от X зависит Y. Я сейчас буду рисовать что-то другое. А как быстро она работает? Вот мы сейчас это следующее. Я начну с вот этого обсуждения симптотики. А как быстро она выдает этот ответ? Здесь есть следующий момент. Если я предполагаю вычисление последовательное, то есть, грубо говоря, у меня там внутри один одноядерный процессор, то есть вычисляющая хреновина одна, ну, она, соответственно, делает так, прибавить, умножить, минус, сложить, переставить, это положить сюда. То есть она будет делать последовательно. Понятно, что все современные компьютеры, включая смартфоны, многоядерные. Поэтому мы сейчас не обсуждаем параллельное программирование, хотя оно чуть-чуть будет затронуто в семестре, нельзя его не обсуждать, а у вас отдельно оно в программе отсутствует. Нет отдельного предмета, в котором мы как-нибудь затронем конкурентное программирование. Называется concurrent programming в англоязычном. У нас часто называется параллельное. Это примерно про одно и то же. Но смысл в том, что мы и на самом деле иногда можем распараллелить действия. Я вам это приводил в пример, когда рассказывал про обмен двух переменных значений. Вы помните про две цистерны с топливом. Дизельное топливо условно и бензин. И вам нужно поменять местами. Но прокачка, она занимает время. У вас есть третья пустая цистерна. Можно из этой туда, теперь бензин туда, где был дизель, теперь из временной, где, соответственно, дизель, перекачиваем туда, где был бензин. Ну, понятно, моем каждый раз. Это все детали. Ну, раз и поменяли местами. Делается в три итерации. Можно сказать, а у меня две пустые цистерны. И мы делаем, если последовательное исполнение, соответственно, я перекачиваю отсюда туда, отсюда туда, соответственно, теперь эту перекачиваю сюда, эту перекачиваю сюда. Делаю это четыре. Ну, если там время это сутки, перекачка условная, ну или там час, ну, соответственно, у меня там это умножается на 4 часа, или там 4 суток. Весь процесс длится. Спрашивается. И еще и две цистерны. Зачем? Зачем изобретать какой-то другой дурацкий алгоритм, который требует большего объема и по памяти, да, то есть он по пространству сложный, две дополнительные переменные, и по времени, 4 дня. Если у меня только одна команда работников, то понятное дело, что я вынужден действовать последовательно. А если у меня две команды работников и две цистерны, ну, они есть, чего экономить? Да, это как два ядра у процессора. Да, каждый может заняться вычислениями. Вот мы говорим, подождите, я всем все равно и так плачу зарплату, все равно у меня в этом процессоре эти ядра есть. Давайте этот будет, соответственно, эта команда перекачивает сюда, эта команда перекачивает сюда одновременно, да, а потом они перекачивают, соответственно, на крест. Понятно, да, логика какая? Это я чуть-чуть затронул параллельность, но смысл в том, что мы можем иногда ускорить процесс по времени, потратив какие-то дополнительные ресурсы. Потому что если я буду мерить, представьте себе, что за каждую перекачку я плачу деньги, да, то есть я людям плачу деньги за то, что они высуществили эту работу. Их было либо три перекачки, да, надеюсь, не надо сильно напоминать это, да, я коротко нарисую все-таки, да, две переменные, вот третья. Я вначале во временную переменную перекачиваю, да, в эту бочку, да, потом сюда, потом, соответственно, из временной переменной туда. Не буду прописывать, да, tmp равно a, я устно скажу, a равно b, b равно tmp, да. Второй вариант. Перекачиваем эту сюда, эту сюда, потом, соответственно, вот сюда. я плачу больше денег, да, если это будет делано. Я требуется больше наличия оборудования, но, но что? Я делал это быстрее. Не полный, то есть ускорение не в два раза, в каком-то смысле, да. Вместо трех два дня, в полтора. Плачу больше, но все-таки оно может его стоить. Понимаете, да, то есть если у нас цейтнот, то, понятное дело, и это не, это на мелком примерчике, а так это на самом деле вполне себе масштабируемая тематика про параллельное программирование и то, как получается выгода от параллельности. Поэтому, почему мы возвращаемся сюда? Вопрос, как быстро, не всегда является вопросом правильно поставленным. Вариант этого вопроса, за сколько операций? Но это все равно ставится именно при последовательном вычислении. То есть когда у меня, условно, одна команда рабочих, она не может делать больше, чем, то есть, ну, один мастер. Вот он может, нужно починить это, то, это, 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 и он должен, соответственно, последовательно перекрыл воду, потом переставил батарею и так далее, да, один. А если у меня команда, да, я могу что-то ускорить. Но, вариант номер два, того, что сейчас я вот по этой оси могу нарисовать. То есть вариант первый, как быстро я это могу делать. Вариант номер два, вместо этого вопроса могу сказать количество операций. Если последовательное выполнение, да, то количество операций, оно, собственно, пропорционально времени. Ну, а лучше наоборот сказать. На самом деле лучше сказать наоборот. Потому что компьютеры бывают разные по скорости. А так, давай, частота, как часто он выполняет операции, да? Скорее наоборот. Время некоторым образом пропорционально количеству операций. Но еще раз, с параллельным программированием не все так просто. Как только начнется параллельность, вопрос этот, как сказать, не такой легкий. А вот если параллельность, то что тогда нам, вот, с точки зрения, скажем так, временной асимптотики? Мы берем параллельность в питон, в любом. И мы сейчас забыли про питон и игил. Забыли. Но там все параллельные. Забудьте про это, сейчас мы не обсуждаем. С++, ГО, что угодно. На самом деле, раз, это настоящее параллельное программирование. Настоящий язык, где мы это делаем. Товарищи. А электричество. Электричество. То есть, по сути, деньги. Потому что это выделенная электрическая мощность. Ну, то есть, энергию, энергозатратность. Соответственно, эффективный алгоритм экологичен. То, с чему я вас буду сейчас как-то весь семестр учить, все наши предстоящие 10 лекций и лабы, это не только про то, как быстрей это вычислить. Потому что вот это вот, быстрей, 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 оно было, ну, скажем так, на предыдущем этапе гонки. Когда компьютеры были слабые. Их было мало. Если твое вычисление не успело за сутки обработаться, то оператор или операционная система, которая осуществляла довольно примитивные тогда функции, просто сбрасывала твой вычисленный процесс и прерывала его в выполнении. Мой папа когда-то, когда учился в институте, такие перфокарты на бумаге с дырочками такие, он вот их сдавал. То есть, писалась программа, методом не пишешь в текстовом редакторе, а складываешь в стопочку из операторов фортана, по сути. Вот, и машина, она, считывая эти перфокарты, буквально, как это, тычками, да, то есть вот пальчиками такими. Первый компьютер был, собственно, вычислительная машина. IBM называлась, потом переименовалась IBM, она называлась, первая фирма, Генри Холлерит ее сделал, она там не была никакого процессора, по сути. Это она была табулятор. Она как раз обрабатывала статистические данные по переписи населения, в том числе перепись Российской империи, последняя там в 19 веке. Она была осуществлена на машинах Генри Холлерита, фирма бизнес-машин, которая потом стала IBM. Так что IBM, ей уже больше 100 лет. Вот, значит, так вот, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Вот тогда нужно было время, тогда мы это оценивали по времени. И компьютеры все в один процессор, одноядерные, более-менее. А потом эпоха суперкомпьютеров. А давайте параллелить, а давайте это более эффективно делать. Ну вот сейчас вопрос с вычислениями, он решается, в первую очередь вопрос, а сколько ты на это хочешь потратить? Более того, вот эта параллельность, она стала доступна реально вам. Знаете как? Вы берете себе любую облачную платформу. Я понимаю, что сейчас вы этого не умеете делать. Но пройдет год-два, или вот вы этого, например, скажете, я этого никогда не пойму. Но вы берете из бюджета своего проекта, достаете какое-то количество денег, платите человеку и говорите, так, поднимаешь на Amazon, Microsoft-овское облако, Яндекс-овское облако, гугловское облако. Я говорю сейчас не про облака, а облако, вот эти документы, как они называются, Microsoft-овское, дурацкое. Не пользуйтесь Windows, по возможности пользуйтесь Linux. Это моя агитация вам. Значит, так вот, OneDrive, это не то, вот вообще не то. Облака, которые интересны с точки зрения программирования, это облака вычислительные. Облака, в которых вы дополнительную вычислительную мощность покупаете, более того, покупаете ее автоматически. То есть вы кладете на счет условного Google облака или облачной системы, некий, секундочку, хорошо, чуть-чуть, денежек какое-то количество. Планируете процесс сам, в котором вычислительная мощность покупается по необходимости. То есть ваш сайт поднят на облачной вот такой платформе, специально проработанной. И он требует очень маленького количества вычислительных ресурсов. И у вас по центу в день условно. Ну, пользователи почти не скачивают, да, почти ничего не работает. И тут внезапно вы опубликовали статью на Хабра-Хабр или где-нибудь еще, и Хабр-эффект, и народ повалил. И у вас там миллион запросов пользователей, все долбятся в ваш сайт. Обычно сайт в этом случае что? Ложится, как при ДОС-атаке. ДИДОС-атака, распределенная атака, когда хакерский ботнет, распределенная сеть взломанных устройств, начинает долбиться в сайт и кладет его, чтобы он не отвечал. Атака на выбить из строя сайт. Не сломать его с точки зрения внутреннего, а просто его задолбать. Как это, массовые телефонные звонки на какой-нибудь там, на полицейский участок или куда-нибудь еще. Ну, иногда народ такое организовывает. Но если, как сказать, это боты, то это еще одно. Там можно, так сказать, системный администратор, научись отличать ботов от человека, это более-менее можно делать, и там сисадмин как-то прикручивает, и люди продолжают на сайт заходить, а роботы не могут. Ну, более-менее от всех. Все равно ДОС часто пробивается и кладет, если это ДИДОС. Если это, сейчас, я прошу прощения, секундочку. Значит, долго про это рассказываю, надо уходить, надо двигаться к теме. Дальше. Так вот, еще раз. Я сейчас буду писать N операции. На самом деле здесь может быть время, можно, соответственно, электроэнергию выраженную в чем угодно. Не важно, там я сейчас, ну, начни, наверное, все-таки Е, потому что W мощность, давайте Е напишем, да, энергию. Это суммарная энергия, которая потрачена на это дело. Но она, еще раз говорю, является прямым коэффициентом денег. То есть у вас эти пользователи могут быть обслужены, у вас будут автоматически запущены дополнительные веб-сервера, какие-то еще обслуживающие, если у вас хорошо продумана инфраструктура подобного, соответственно, сайта и системы информационной, то это все быстро поднимается, обслуживает весь этот поток клиентов. Если это, не знаю, интернет-магазин, то каждый уходит с каком-нибудь электронной погремушкой, или там вы получаете тысячу заказов на быструю обработку, все это полетело в Китае обрабатываться. Короче, смысл в том, что, еще раз, можно конвертировать в деньги, но эффективность алгоритма, она все равно по-прежнему важна. От чего мы хотим ее смотреть, вот это количество операций? Мы стремимся его всегда снизить. Алгоритм тем более эффективен, чем меньше количество операций. Понятно? То есть я сейчас убираю время, убираю отсюда. Куда я делал? И говорю про количество операций. Но надо понимать, что это более-менее пропорциональные вещи. Понятное дело, что, еще раз говорю, параллельные вычисления, построение сложных систем, оно никуда не девается. Дело в том, что сама задачка, она обладает некоторой сложностью. И мы можем числовым образом ее охарактеризовать. Неважно, какой буквой я это обозначу. А иногда это зависит еще и от нескольких параметров. Ну, так я их там не знаю, M, N, L, что-то еще. Но для простых задачек обычно параметры сложности один. А вот теперь, наверное, время вопроса. Я не помню уже где, как начинуть свою цель, что это еще облачный, это облачный сервис, это просто развод, а на самом деле просто выгопытный. Что? То, что облачный, просто выгопытный приложите. Нет. Это ошибочная точка зрения. Это невыгодно. Это невыгодно. Но фактически это делегирование, это распределенная сеть компьютеров, это намного выгоднее, чем класть на один компьютер. Давайте закроем этот вопрос сейчас. Нет. Облачные сервисы, это не шутка. Они действительно распределенные. Они иначе бы не могли обслуживать такое реально большое количество запросов. Сам расцвет социальных сетей связан с развитием таких распределенных баз данных, нереоляционных, но SQL-базы данных. Сейчас не будем вдаваться в подробности, но соцсети выдерживают огромную нагрузку именно потому, что они в свое время, когда начинались, они выдерживают ее, потому что это распределено на множество различных компьютеров, ни один из которых не содержит полностью все базы. Мы сейчас не будем это обсуждать. Давайте к алгоритму. Итак, долгое вступление. Спасибо. Особенность в том, что при одном масштабе задачи, ну условно, представим себе, что в массиве 10 чисел. И вот я говорю, это параметр сложности задачи. В массиве 10 чисел. Но реально 10 чисел могут быть разные. Давайте я сейчас попроще 5 чисел сделаю, чтобы мне было проще писать. Это может быть 1, 2, 3, 4, 5. При сортировке по возрастанию достаточно один раз пробежаться, убедиться, что все нормально. Даже сортировка дурака, как алгоритм, которая каждый раз, обнаружив беспорядок, начинает заново, а вы, надеюсь, ее помните, она каждый раз радуется. Ой, как класс, я обнаружил и исправил один беспорядок. Но, ой, надо начать сначала, вдруг теперь образовался беспорядок где-то слева. И снова сначала начинает третий. Но в какой-то момент она, так вот даже в этом случае, она сделает n-1 операцию. n-1 сравнение. Раз, два, три, четыре. И все, мы дошли до конца малцы. Понимаете? Это получается количество операций, ну, условное 5. Ну, у меня сейчас не будет пропорционально, условное 5 операций. А может быть какой-то другой случай, ну, условно 3, 4, 1, 5, 2. Понятное дело, что сортировка дурака, я могу прям реально посчитать, это быстренько количество операций, но я не буду этого тратить, времени. Я мог бы привести другой пример, он бы занял другое время. То есть у меня возникает некоторая, скажем так, вот набор различных времен. Это как на бирже по продаже и покупке валюты. Вот в один и тот же день продажа и покупка валюты, она происходила с разными ценами. Люди вот выставляли за эту цену, пытаюсь продать, жду, 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 никто не покупает, снимаю, ставлю за другую цену. Опа, сделка состоялась, кто-то купил по этой цене у меня. И мы отмечаем в брокерской системе, была. И, соответственно, у меня возникает некая, скажем так, статистика. Но среди этой статистики обязательно существует так называемый наихудший случай. Почему он здесь наихудший? Ну, чел купил по самой большой ставке. В данном случае это максимальное количество операций. Для сортировки дурака, как и для сортировки пузырька, это вот такая, полностью противоположная ситуация. То есть среди всевозможных расстановок вот такая, да, оказывается наихудшим случаем. И вот наихудший случай имеет для своего решения некое количество операций для наихудшего случая. Понятно, да? У одного алгоритма это будет одно количество операций. У другого другое. Ну, мне сложно рисовать это рядышком. Я лучше скорее нарисую вот так вот. Хотя мне бы хотелось на самом деле их сравнивать на одном графике. Но я сейчас объясню, что я буду сравнивать. И тогда я смогу рисовать на одном графике. Потому что иначе я же не буду. Сейчас рядышком другие точки. У меня даже другого цвета нет. материальное обеспечение аудитории инфистехии. Нету тряпочки нормальные, нету цветных фломастеров. Год прошел. В прошлом году не было. В этом году... О, клевета! Синий фломастер! Интересно, кто его принес? Или он был тут? Ну-ка, пишет. Рано обрадовался. Нет, эти два черные. А это ручка. Нет, рано обрадовался. Ладно. Все черные. Поехали. Значит, смотрите. Смысл в чем? Что если я теперь скажу, ребята, а давайте-ка мы будем оценивать пессимистичный сценарий. Потому что оценивать оптимистично наилучший смысл смысла нет. Тогда сортировка дурака будет побеждать все сортировки. Она проверяет. Уже отсортировано? Да! 11 элементов? Да! За 11 операций. За 12 элементов? За 12 операций. А, супер! Класс! Лучшая сортировка. Сортировка дурака. Нет. Надо пессимистично оценивать. Правда, есть ситуации, когда наихудший случай плохой, а среднестатистический нормалек. В этом случае правильный будет оценивать алгоритм не по наихудшему, а по среднестатистическому. Потому что трудно поверить, что у вас всегда выпадает, не везет. Такая сортировка, это быстрая сортировка Тони Хоара. Мы ее с вами проходили, поэтому я сейчас упоминать не буду. Для нее обычно отдельно смотрят. Для нее наихудший случай дает О от Н квадрат. Но вероятность этой ситуации очень низкая. Если вы делаете случайный выбор баринерного элемента, там нормальный О от Н лог Н. Ладно. Так вот, если я теперь для каждого, для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее выстрою наихудшие случаи, то окажется интересная тема. Что они иногда могут для каких-то ситуаций, нет, для сортировки дурака нет. Но алгоритмы иногда как-то при какой-то сложности Н он может, ну, либо долго стоять на месте, а потом скакнуть при следующем. Такое бывает. Чуть ли не в два раза количество операций может вырасти. Или даже теоретически можно себе представить, что здесь он снижается. При каких-то значениях Н он более удачный. Понятное дело. То есть мы и так по наихудшему, но это не такая простая зависимость. То есть ее функционально, ну, она, во-первых, дискретная, во-вторых я так сильно не зряюсь. Нам надо как-то это оценить сверху, задавить сверху. Существует, что нам предлагает математика? Она предлагает О маленькое, как в рядах Тейлора, да? О малое от, ну, чего там они? От, ну, от X что ли там, да? От X в степени какой-то. Ну, и дальше как эта там функция? Что это означает? Что вот эта штука, вот сама, вот если обозначить теперь вот эту штучку, как F от X, да? Остаточный член ряда Тейлора. То я говорю, этот остаточный член, он бесконечно мал по сравнению с X в степени N. Ну, понятно, что если X не бесконечно большой, да? Там, я сейчас правильно помню, там идет. Ладно, не суть. Я говорю, что, скажу так, он у меня ограничен, то есть предел отношения F от X к X в степени N стремится к нулю при X, имеющемся к бесконечности. Вот так, да? То есть эта функция, она намного меньше, чем вот эта. Но мне не нужно намного меньше, мне нужно как раз порядка того. И существует другая нотация у математиков, O большой, и она прям напрямую перекочевала к нам. И это означает, другое, это означает, что функция F от X покрывается сверху функции X от N, может быть, с некоторым коэффициентом, но этот коэффициент константа от X. Понятно? То есть, начиная с некоторого числа X, начиная с некоторого X0, для любого X большего, чем X0, для любого X большего, чем X0, моя функция F от X меньше либо равна, чем, ну вот я сейчас X в степени N напишу, хотя, на самом деле, там будет что-то другое у нас стоять. Значит, это сейчас фиксируем, но как это... Давайте я напишу X в кубе, там не знаю, я сейчас... Какая-то там степень, до скольки мы разложили, да? Ну, может быть, с неким коэффициентом. Ну, я давайте напишу слева его. K умножить. Понятно? Главное, K ни в коем случае не должен зависеть. Да, до момента наступления X0 меня даже не интересует. Меня интересует, скажем так, некая общая асимптотика. То есть, я говорю, линия, я прямо отсюда нарисую ее. Отсюда нарисую. Да, есть какие-то результаты, которые попали выше. Плевать на них. Начиная с некоторого N. Линейная ее давит. Понятно? Естественно, меня интересует ближайшая K. То есть, меня интересует не произвольная, да, а мне интересует вот эта вот ограничивающая функция, чтобы она была, росла поменьше. Почему это важно? Потому что задачку, которую вы решаете с маленькой сложностью, а ее сложность берет и вырастает. То есть, на практике вы сортировали массив размерами 3, 5, 7, 10, и сортировка обезьяны вполне себе работала. Но как только человек говорит, о, отлично, мы берем это в продакшн, да, и засовывай туда массив из 100 чисел, из 1000, факториал, 1000 факториал операций, до свидания. то есть, вот для сортировки дурака поведение этой функции таково, что вот эти наихудшие случаи, да, они идут все за большее, большее, большее количество операций, и оно покрывается, уходим от икса, да, у меня количество операций зависит от сложности задачки. Опять, куда я делал свою тряпку. Значит, соответственно, я ухожу сейчас от вот этой картинки, перехожу к вот этой, да, то есть, я говорю, мои случаи, они лежат под вот эти, реально n, да, n op от n, да, это равно O большое от чего-нибудь там. O большое от n это так называемый линейный алгоритм с линейной асимптотикой. Это почти лучше, бывают лучше, а не бывают, да, но сортировка, она должна хотя бы узнать о факте этих чисел, поэтому, ну, как бы, каждое прочитать, как-то взглянуть на него, поэтому странно будет, если там будет непропорциональная n. Сортировка, это ее теоретический предел. Такие сортировки для частных случаев существуют, которые у от n работают. Поразрядная сортировка с известным фиксированным количеством разрядов и числа целые, да, или, например, сортировка подсчетом, когда числа, например, в фиксированном диапазоне, подсчет, супер, у от n он справляется, даже за один проход можно сделать. Вот, понятно? То есть мы записываем вот так. Что еще есть? У от n квадрат, квадратичная сортировка, у от n в кубе, кубическая сортировка. Плохо ли это? Так как сказать? Как сказать? До тех пор, пока у нас здесь будет какой-то, почему, кстати, никогда не пишут n в кубе плюс 5n квадрат минус n? Потому что это все равно асимптотика. Нас интересует главный член, который растет с максимальной скоростью. Все остальные пренебрежем амалы для больших n. Поэтому мы их и выбрасываем. Поэтому минус всегда только про главный. Это вещь, за которой надо следить. Еще раз, потому что это асимптотика вашей деньги, которую вы заплатите за работу. Понятное дело, что сам язык программирования имеет какое-то влияние, но он даст вам вот этот коэффициент k. Он даст вам всего лишь коэффициент k, то есть он даст пропорциональность. Но, поверьте мне, плохо реализованный алгоритм на, не знаю, там, c++ с ассемблерными вставками, он окажется отстойным очень быстро. По сравнению с алгоритмом, который написан на самом медленном Python с GIL или что-нибудь еще более медленное найти на JavaScript. Не знаю. Все равно, если хороший алгоритм, то в какой-то момент для какого-то N он побьет его, понимаете? Вот. Ладно. Собственно, именно поэтому в частности я вас, бизнесменов, C++ даже не мучаю. Вон фабфы там в соседней аудитории, они сейчас бедные, пришли. Что с ними Марк сделает? Мне заранее страшно. Указатели будут плясать у них в голове. Ладно. Так вот, но на самом деле до тех пор, пока здесь остается показательная степень, N в четвертый, в пятый, в шестой, еще жить можно. Страшные вещи наступают, когда асимптотика становится вот такой. Вот это жесть, когда это N факториал. Она улетает в бесконечность слишком быстро. Бывают асимптотика типа там 2 в степени N, ничуть не лучше. Бывает асимптотика N в степени N, прелестно. А бывает еще такая штука, как стрелочки Дональда Кнута. Это арифметическая операция, которая, особенно, когда там две стрелочки. Вот. Это самые худшие ситуации. Алгоритм, если у него такая асимптотика, забудьте о возможности его вычислить. Все, ищите какой-нибудь приближенный метод. Жадный, есть жадный алгоритм, это часто приближенные методы, хотя в этом семестре мы узнаем парочку жадных алгоритмов, которые работают, дают точный ответ. Ладно, значит мы поговорили, поговорили, поговорили про асимптотику, ввели, вспомнили, что это такое. Асимптотика по памяти, она редко бывает какая-то очень большая. Но бывает. Если у вас она O от N, это означает, что вам нужно как минимум столько же памяти, сколько у вас объем N. Да? Если у вас O от N квадрат, это означает, что вам условно надо создать матрицу. Да? Бывает и больше, но O от N квадрат чаще всего больше сильно не бывает. N в кубе я еще знаю алгоритм, я его тоже расскажу в этом семестре. А самые лучшие алгоритмы это вот такие. Это называется не требует никакой дополнительной памяти. Ну, скажем так, он небольшое количество дополнительной памяти, не пропорциональное тому количеству данных, которые мы обрабатываем. Правда, N не всегда количество данных, я про это уже говорил, разные бывают параметры характеристики, иногда может быть количество цифр в числе. Вот сейчас у нас будут алгоритмы про количество цифров в числе. Значит, я думаю, что на вспоминание алгоритмов мы сейчас часть, связанную с доской, наверное, закончим. Так, ну что же, значит, мы с вами сейчас, Юпитер-ноутбуки, вы работали в них, все нормально, да, так что пояснений не надо. Значит, мы с вами сейчас, во-первых, в лекции одни, я оставлю здесь это дело, один весна. Значит, мы сейчас будем обсуждать алгоритмы, которые про числа, про целые числа, и алгоритмы типа brute force. Значит, что такое brute force? Это алгоритм грубой силы. Что я сейчас буду в качестве задачи ставить? Задача нахождения будет простого числа. Соответственно, точнее, не нахождение, а проверка простоты числа. Это называется тест простоты. Тест простоты. Несмотря на всю простоту, казалось бы, этой задачки, там есть некоторые тонкости и разные подходы. Я попробую успеть рассказать вам три. Значит, первый вариант это так называемая теорема Вильсона. Второй вариант это так называемая собственно тест простоты классический. На нем мы обсудим собственно brute force и его некоторую модификацию, когда мы его чуть-чуть стараемся поджать, отсечь лишние варианты. И последнее, что мы делаем с ним, это обсуждаем вероятностный тест простоты. Это очень прикольная тема, я коротко его заделу. это план заодно. Значит, кроме этого, я очень хочу успеть поговорить с вами про разложение числа на множители. мы на этом вспомним множители. На всем этом мы синтаксис питона заодно вспомним. Значит, собственно, само разложение классическое, простое. есть специальное разложение, которое фирма, я только его покажу, я звездочку здесь поставлю, разложение, да, я не помню, как оно точно формулируется, но разложение фирма, оно в некоторых случаях позволяло взламывать РСА, шифрование, но, естественно, как только это было обнаружено, да, и предложено, сразу, я не знаю, может быть, даже это заранее, когда уже РСА писался, уже знали про эту штучку, вот, но стали делать так, чтобы оно не работало и не давало никакого выигрыша, но, тем не менее, интересная тема, стоит про это дело хотя бы услышать разочек. Значит, и что еще по поводу разложения, а, количество множителей, количество делителей, это по основной теореме арифметики, ее мы, собственно, обсудим. А, да, все-таки основную теорему арифметики мы обсудим в начале. Вы удивитесь сейчас. Но дело в том, что Юпитер, он видит, что я там числа проставил, даже если я вот так вот напишу, он не дурак. Ладно. Так вот, все, поехали. Значит, начинаем мы с теорема Вильсона. Поехали. Теорема Вильсона. Итак, я в первую очередь практически не буду вам сюда копировать Википедию, но пооткрывать Википедию нам никто не мешает. Давайте откроем Википедию и посмотрим, в чем идея Теорема Вильсона. У нас и лаба у меня тоже есть, если что есть, которая будет у вас на следующей неделе. Может быть, она немножко подправится, но не суть. Значит, есть, как это ни странно и не интересно, теорема такая в теории чисел, которая утверждает, если П простое число, то П минус 1 факториал плюс 1 делится на П. Это теорема необходимая и достаточная, то есть эквивалентно. Если П минус 1 факториал плюс 1 делится на П, то П простое число. Если простое, представляете себе, то есть можно написать функцию, которая просто отвечает вот на этот вопрос и она будет выдавать нам ответ. Давайте втащим вот эту штучку сюда, к себе. Так, ну-ка. Тащим сюда. Ну-ка. Единственное, что, чтобы это дело отображалось, мне нужно, вот здесь формулы отображались, мне нужно доллары вот такие включать. Это делает формульное. Вот это дело, оно делает его формулой на, как называется, латехе. То есть внутрь сюда прям можно вставлять мало того, что маркдаун, так еще в этом маркдауне можно долларами ограничить вот так. У вас будет формула отображаться. Понятно? Вот так вот. Ну, вот этот дисплей-стайл мне может и не нужен, да, я, наверное, без него переживу. Тем более, что у меня тут лишнее. По два раза, когда из википедии копируешь, оно по два раза там включает. Поэтому мы уберем. делиться на п, да и саму п я не очень хочу. Ладно, пускай тоже будет делиться на п, то п простое число. Здесь, соответственно, все, ладно. ладно. А? Давайте сейчас посмотрим. В первую очередь напишем, напишем, давайте напишем, мы рекурсию помним. Эта функция будет у меня, да, Вильсон назову ее, значит, которая будет вычислять вот эту штучку, делится, не делится. Значит, она будет у меня пользоваться функцией факториал. Факториал рекуррентно вычислять, это вообще-то плохая идея, я вам, кажется, рассказывал про это дело. Но давайте я сейчас буду себе, вот, факториал от x, это же не обязательно простой, факториал от x. Значит, но тем не менее, как делается рекурсия, вспоминаем. Если у меня, мне нужна обязательно проверка крайнего случая. Если у меня есть какая-то бесконечность, это плохо. Она должна обязательно завершиться окончательным или по-другому крайним случаем. Значит, в данном случае, так, сейчас, секундочку, у меня такая проблема есть, что я не могу с клавиатуры выключить этот тачпад. Он у меня все время встраивает. Сейчас мы его прибьем. Так, как он называется? Тачпад. А 12 номер у него. Синпут дизейбл 12 и до свидания. Так, вернемся сюда. О, все, теперь ничего не ездит. Итак, если x равен нулю, да, или x равен 1, то факториал равен 1. а иначе вернуть соответственно x умножить на факториал от x. Еще раз, я проще и правильнее было бы написать при помощи цикла. x минус 1, конечно, спасибо. Проще и правильнее было бы написать при помощи цикла, но я не буду сейчас этого делать. Давайте, вот мы вспомнили рекорд всю заду. Почему я могу убрать вот этот else? Кто напомнит? Просто после ретерна так бы он сбросился. Абсолютно верно. Ретерн заканчивает выполнение функции. Это не просто ой, моя функция должна бы вернуть 1, как бы запомним результат 1 и продолжим вычисление. Нет. Ретерн это одновременно экзит из функции. Из этой функции выходим. В Pascal было не так, долой Pascal забыли. Если кто-то его когда-то знал. Ну, вот поэтому else можно, если был ретерн, else можно не писать, дальше уже автоматически else. Уж если ретерн случился. Ладно. И еще можно записать на самом деле тернарным оператором. А именно, да, уж если я все равно делаю ретерн, то что я могу сделать? Вернуть единичку если вот так, а else вот это. Помните такую штуку? Тернарный оператор, который возвращает он содержит два разделителя if и else, вычисляет предикат, если он истинен, то он возвращает, вычисляет и возвращает вот это, а второй даже не вычисляет, поэтому рекурсия не случится. а если он оказался ложным, то он не вычисляет вот это, а вычисляет и возвращает вот это, как результат работы выражения. Это более компактная версия. Все вспомнили. Значит, что у меня будет делать Вильсон от x? Будет, соответственно, делать следующее. Он вычисляет значение факториал для числа x минус 1, да, правильно? Плюс 1, да? Берем это в скобочке, в целиком, да, и проверяем делимость на p. Для этого берем остаток по модулю p. Если он равен нулю, то есть делится на целом, то у меня, соответственно, что? Число является простым. Да, то есть тест на простоты, да, из, соответственно, simple Вильсон или prime еще называется simple числа, а еще тоже в англоязычной литературе простые числа называются prime numbers. Ну, я назову prime и буковка p, соответственно. Так, почему p? Потому что я должен был назвать либо p, либо, соответственно, x. Ну, давайте p назову, как там в теоремке, чтобы было видно. Так, ладно, значит, p минус 1 плюс 1, тра-та-там. В этом случае что? Return true, иначе return false. Хорошо? Красиво? А? Else можно убрать. Это типичная ситуация, за которую, не то, что я ругаю студентов, но я вам скажу, что может быть этот программный код и читабелен, но он чуть-чуть неграмотен. Кто скажет чем? Скажите, пожалуйста, а? А вот это высказывание какой тип имеет само по себе? Болевый. А чему оно, собственно, равно, если оно истинно? А чему оно равно, если оно ложно? Можно просто возвращать это выражение. Но самое прикольное, самое ужасное, что я видел в своей жизни, выглядит так. Смотрите, когда это высказывание берут в скобки, пишут равно равно true. Если я такое вижу у человека, то я его спрашиваю, а почему же ты тогда истинность вот этого сравнения тоже не проверил? Надо же проверить, правда это или нет. А потом можно сказать, он скажет, да-да-да, хорошо, можно сказать, ну давай и его тоже. Да? Не обязательно, если вы пишете высказывание на доске, там, не знаю, вы преподаватель, вы пишете высказывание на доске, да, то если вы не написали его в скобках и не написали тире, это неправда, да, то обычно это им подразумевает, что это правда. Сам факт того, что вы это написали на доске. Не нужно писать Вася, негодяй, брать это в кавычки и писать тире, это правда. Потому что тогда надо взять это в скобки и писать тире, это, конечно, тоже правда. Потом еще раз в скобки, баста. Еще раз в скобки, ручаюсь. Убираем это все. Вспоминаем, да, зуб даю. Убираем это все и оставляем только скобки самого выражения. Оно и так логическое. Просто возвращаем значение логического высказывания. И зуб приложить. Все. Из Прайм, Вильсон. И, соответственно, мы теперь это дело можем позапускать. Я в отдельной ячейке позапускаю. Соответственно, for x in range. Дальше поехали. Ну, сколько? Давайте чисел 20 и так пробежимся. И print, соответственно, x, запятая, из Прайм, Вильсон. От x. Та-дам! Ну, что, давайте смотреть. Что-то не выдает нам ничего. Что-то висит. Так. Maximum recursion depth exceeded in comparison. Что-то не то. Да? Вот сколько она раз это дернула. Что? Сейчас, одну секундочку. Мне не нравится, почему так получилось. Поэзии не должно было быть. p небольшое. p небольшое. Это странновато несколько. Сейчас, одну секундочку. p минус 1. А, для нуля. Проблема именно в нуле. У меня вычисление-то идет для p минус 1. И для нуля дело плохо. На самом деле, для числа 1 тоже нельзя проверять. Число 1 является непростым и составным. Потому что оно делит... Как сказать? Оно делитель любого числа. И у него даже тривиальных делителей только один. Сам x. Сама единица. А у любого другого числа два тривиальных делителя. Это единица и само число. Поэтому нет. Ладно. Возвращаемся сюда. Перезапускаем еще раз. О! Почему же его не пользуют? В чем проблема-то? А? Дело в том, что как только я подниму здесь и скажу, а давай-ка для первых 100 чисел, да, он вроде еще выдает мне, да. И на самом деле, если посмотреть, да, ну я могу на самом деле здесь что сделать? If prime и печатать только простые, да. То есть if из prime Wilson и печатать простые числа. Та-дам. Ну, пожалуйста, простые числа печатать. Молодец какой. Да? В чем особенность? А дело в том, что у меня там в процессе вычислений возникают на самом деле громадные числа. И асимптотика уже будет упираться. Слава богу, что питон это еще позволяет. C++ бы здесь уже обломался. Потому что он не мог бы вычислять, в нем не зашита длинная арифметика. Не во все языки зашита длинная арифметика. А у питона другая оборотная сторона. Число факториал от число 100 является очень большим числом. Соответственно, хранение его в памяти, оно очень много памяти есть. А если я сейчас поставлю тысячу, я, если честно, сильно опасаюсь за память своего компьютера. Просто у меня операционная система перестанет выделять память. Нормально, мы сейчас подсядем и заглючит. Все. Мне придется браузер перезапускать, может компьютер перегружать. Не хочу этого делать. То есть вроде бы работает, но на практике лучше этого не делать. Потому что там еще и асимптотика поползет. Работа с очень длинными числами, с большим количеством цифр, она уже будет упираться на то, что эти операции, умножить, плюс, минус и так далее, разделить, проверить делимость. Так лучше не делать. Так, время наше идет, а мы должны двигаться вперед. Значит, поэтому нет. Что мы делаем другое? Какой альтернативный вариант? Это, собственно, тривиальный тест простоты. А давайте по определению пойдем. А что такое? Какое число простое? Простым называется целое число, начиная от двух, который не имеет нетривиальных делителей. Нетривиальными делителями называются делители, которые принадлежащие, принадлежат от, соответственно, ну, как называется, давайте я вот так в скобочках напишу лучше. D D Сейчас, а как же у нас будет принадлежать? Соответственно, надеюсь, in Интервал, соответственно, от двойки до n Нет, давайте, от 1 до n не включительно. До n не включительно. Так, ну что, долларом закрываем? И пробуем, что, съел или нет? Да, съел. Замечательно. Делителей, соответственно, на d, принадлежащих от 1 до n, да, соответственно, не включительно. По определению, поехали. Добавляем ячеечку, пишем тест из simple функцию от x. Ну что же. Я введу сейчас, собственно, некий флажочек, в который я положу значение true. Это я предполагаю лучшее. Надеюсь на лучшее. Как только я встречу нетривиальный делитель, я тут же этот флажок сброшу в false. Итак, что я делаю? Я перебираю всевозможные d, начиная с двойки, до x без единицы, да. И, соответственно, я сейчас не проверяю крайний случай, что x и вообще абсурд. Я не проверяю, что x это не целое число. Я напишу вот здесь аннотацию типа. Знаете, помните про аннотацию типа? Я их, по-моему, вам писал. В питоне они не являются обязательным требованием. Я могу включить специальный флажочек такой самому интерпретателю и сказать, а ну-ка давай-ка проверим, что тебе правильные типы засовываются. Давай-ка включим типизацию. И есть, как сказать, некое мастерство работы с питоном как с типизированным языком. Это преимущество. Многие его очень любят. Он сейчас развивается в этом направлении. Со временем все там последние версии они совершенствовали, подкручивали работу с типами. Очень продвинутые штучки. Я не всеми владел. Но банально то, что стоит вам знать, это аннотация. Хотя бы, чтобы в заголовке функции было понятно, что это за штука должна быть. На самом деле, здесь бы хорошо бы добавить еще информацию о том, что x должен быть больше единицы. Я могу это добавить при помощи вот такого assert и дописать сюда некую фразу. Число должно быть больше одного. Я сейчас покажу, что этот assert делает. Это так называемый контракт на вход. Контракт на вход. Чтобы моя функция бастовала и говорила, я отказываюсь это делать, если вы мне дадите что-то не то. Понятно? Забастовка у меня. Assert это утверждение, когда ваш программный код, то есть вы как программист закладываете такие штучки для того, чтобы сказать, я вот в этом месте, вот сейчас, я верую, что x больше единички. А если не так, дальнейший алгоритм бесполезен зациклится, приведет к непредсказуемым результатам, нет смысла, прекращаем вычислять вообще, выбрасываем программу с ошибкой. То есть это немыслимо, это не должно так случиться. Понимаете? То есть есть такая штука, как ошибки, а есть исключительные ситуации. Редко, но бывает, что программа должна уметь, не ломаясь совсем, совсем все-таки ошибки обрабатывать. Либо обрабатывать исключительные ситуации, которые на грани ошибок. Пользователь ввел фигню, это нужно пробросить через несколько возвратов с функцией, чем через return это пробрасывать, а если вернулась такая хрень, то на самом деле пользователь просто ввел фигню. Есть такой механизм raise exceptions, эксцепшен, исключение. Мы сейчас не будем это обсуждать, прямо сейчас не будем это обсуждать. Но, тем не менее, assert вызывает специальную исключительную ситуацию, которую по-хорошему нельзя ловить. Не принято. Уж если это случилось, это значит, что это катастрофия. It's a real disaster. It should not occur at all. Просто вот не может. Это ситуация, которую программист не должен был бы предусмотреть, но они очень нужны при тестировании программного кода. И в частности, при контрактах функции. То есть вызывая функцию из simple, я на самом деле уже заранее должен проверить, потому что своим true или false она не сможет адекватно сказать про число. 0, 1, про дробные числа. Она не сможет ничего адекватного вернуть. Ни true, ни false не является адекватным ответом. Она ломается. Это третий сценарий. Да? Это как на вопрос, должен ли Бродобрей брить сам себя. Знаете? Должен ли Бродобрей брить сам себя. Бродобрей выдано следующее. Бродобрей работает в воинской части. Он тоже солдат. А Бродобрей выдано следующий приказ. Брить всех, кто не бреется сам. Бродобрей может бриться сам. Да? Соответственно, вопрос. Ну, понятно, других солдат он бреет, кто не бреется сам, кто бреется сам, он не бреет. А вот должен ли Бродобрей брить сам себя? Известный парадокс Рассела. Но парадокс Рассела я обсуждаю зачем. Здесь та же самая история. Немножко та же самая история. Логический предикат иногда не может быть вычислен. То есть, когда у нас ИФ, дальше что-то написано, и я спрашиваю, а что может случиться? Вот с вашими потоками я это точно объяснял. Не знаю, были ли все на лекции. Первый вариант. Четыре исхода. Четыре исхода разных. Разных. Первый вариант. True исполняется то, что в ветке основной. False выполняется то, что в ветке иначе. Вариант номер три. Программа ломается с ошибкой. Деление на ноль, Researching Error, Value Exception, да, что угодно. Ошибка. Сегментейшн Фолд, там, не знаю. Вариант номер четыре. Вычисляя выражение, логическое выражение, которое, по идее, да или нет, зацикливаемся на вечность. Уходим в вечность. Раньше выключится свет на Земле и перестанет существовать Солнечная система. Просто, ну вот, понятное дело, да, четыре реальных исхода. Да, не надо думать, что любое логическое высказывание, о, прекрасно, у нас бинарная логика. Да, логика бинарная, но вот эти исходы нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Да. Да. То есть он выдаст это качество... Он выдаст фразу, то есть он выдаст assertion error с вот этим в качестве док-строки. Я сейчас покажу в действии. Я сейчас напишу затычку, не доделав программу, запущу. Давайте, из simple для минус один, например. Assertion error. При этом содержание этой ошибки число должно быть больше одного. Но если я отключу проверку assert'ов, то есть я своему интерпретатору Python скажу флажок забудь, assert'ов не существует, то у меня может возникнуть здесь либо неправильный ответ, в лучшем случае, либо зацикливание, либо уже ошибка арифметическая. Арифметическая ошибка хуже. Арифметическая ошибка хуже. Это как взяться за контракт. Вот вы беретесь выполнить работу, вам дали какие-то задания, вы смотрите на условия контракта и как это говорите и не знаю, ломаете просто себе голову. То есть вы по заданию контракта вы должны построить дом не то что на крое пропасти, а собственно вот в пустом пространстве над пропастью. То есть вы первым шагом просто убиваетесь. Программа, ломающаяся в процессе алгоритма, она выдает совершенно непредсказуемо нечитабельную ошибку. Понимаете? Ее трудно уловить. Поэтому лучше, если вы получая задание, а функция она является исполнителем некоторого задания. Вот эта инкапсуляция алгоритма внутрь функции позволяет разделить вызывающую сторону вызываемую. И в данном случае вызываемая сторона она перед тем как рваться и выполнять сразу задание должна как-то заглянуть адекват, неадекват, я берусь это делать или нет. Для этого есть контрактное программирование, целая концепция. Бертран Нейр ее придумал и развил в языке Эйфель, но и в других языках она есть. В питоне она прикручивается только самостоятельно. Руками можно вкрутить эсерты всегда. Они в чистом C тоже есть. То есть эсерты всегда можно прикрутить. В языке, в котором этого нету, всегда можно писать и в трататам экзит. Просто системный вызов. Всегда можно прикрутить контракт входной, можно прикрутить контракт выходной. То есть функция проверяет адекват результата. То есть он вообще адекватен или неадекватен. Потому что если она делала но результат неадекватен входным данным, она тоже по идее должна сказать, ребят, хрень какая-то вообще полная. Ну мы сейчас еще третий вариант есть инвариант и мы их не трогаем. Но это только программист, который пишет алгоритм, он продумывает и вставляет вот эту логику, что дальше продолжать смысла нет. Ладно, все, на этом закрываем вопросы с контрактами и продолжаем. Короче, я флаговую переменную говорю надеюсь на лучшее, но если вдруг х делится по какому-то причине на d, о, все плохо, флаг равно false. В результате я возвращаю флаг. Да? Теперь давайте for x in range 2, давайте, до 100. Значит, я буду печатать единственное, что я сейчас буду печатать х, да, если у меня из simple, от x, да, print x, единственное, что, ребята, я добавлю and равно, кто помнит, что это такое? Это называется ключевой параметр или параметр keyword, у которого есть ключевое слово. Да? Дело в том, что функция print произвольное количество аргументов, она умеет кушать, одно число, два, три, сколько дашь, через запятую, она все съест и будет печатать их через разделитель. А это, как по-русски говорят, именованный параметр. Ну, по-английски это обычно key value параметр, то есть у него значение есть. В чем особенность и интересная штука? Python, сейчас я на краю здесь это дело покажу. Забыл что? Пробел. Это было пробел добавить, и мы бы увидели простые числа в пределах 100. Какая красота? Давайте у Терема Вильсона сделаем то же самое до 100, только печатать будем их так же. запятая, n равно, так, дорогой, запускайся. Замечу, все работает. Терема Вильсона работает, какая она молодец. Время. Нормально. 15 минут остается, мы самой главной вещью успеем. Моя задача в том числе и синтаксис пробежаться, повторить. Значит, давайте-ка я напомню, или, может, расскажу даже про эти параметры. Значит, вот я делаю некоторую функцию, у которой два параметра a, b. Она печатает a, потом b. Куда проще, да? Значит, давайте сделаем следующее. я вызываю эту функцию для, ну, не знаю, 1,2. Вот так вот. Могу ли я вызвать функцию свою фу, указав ей, что параметр a, 1, параметр b, 2. Могу. Явным образом то же самое. В чем это, в чем польза вот такого вот? Вы, когда будете заниматься какими-нибудь, пользоваться библиотеками какими-то сложными типами, библиотеками SiteKit, Learn, NumPy, Pandas, то вы частенько будете пользоваться в питоне именованными параметрами. Здесь эти аргументы называются позиционными, то есть нельзя перепутать порядок. А вот в этом случае порядок перепутать можно, можно вначале сказать b равно 2, а потом a равно 1. Представляете, это для обычных функций, я ничего отдельного, специального не писал. Просто так можно. Но если я не укажу, то естественно он будет считать кто из них а, кто b, считать будет позиционным образом. Ясно? Вот запомните, это прикольно и полезно. А кроме того, само запись параметров когда вот так записано, если параметры будут называться как-то разумно, то сам вызов функции будет более говорящим, код будет более, как говорится, readable. Readability accounts. Readability accounts. Она, собственно, считается. Ладно, значит, это мы обговорили, это я грохну, значит, это демонстрация, я уже не буду ее убирать, пускай она себя живет. Значит, давайте... Нет, естественно, он скажет неизвестные параметры, я... Вы что? Keyword R... Я не буду сейчас тестировать. Давайте вернемся к функции. Нам немножко нужно еще поговорить про логические операции. Дело в том, что, как вы видите, он продолжал вычислять. То есть он, обнаружив делитель, продолжал искать следующие нетривиальные делители. Я на самом деле мог прервать свой цикл при помощи специального оператора break. Это оператор управления ходом цикла. Он прерывает итерацию, даже если бы на этой итерации что-то еще было, вот здесь вот, да, вот something. Да, то оно бы не случилось на той итерации, где случился break. Понятно? Не знаю, я здесь могу делить x на d, просто делить его, x разделить на d. И он, поскольку он делится нацело, то по идее здесь должна была бы ошибка быть деление на 0. Да? А, ну или давайте вот так, x делим на, вот так вот, x делим на остаток. Ну, естественно, то есть остаток 0, он должен был бы для делителя это сделать, но он не сделает, потому что break, все, до свидания, цикл кончился. Есть еще одна инструкция, continue, она иногда бывает нужна, когда какие-то еще, говорят, о, пропускаем. Я люблю такой пример проводить. Вы пришли, вам 14 лет исполнили, я школьникам объясняю, вам 14 лет исполнили, вы приходите получать паспорт в МВД. Или там, сейчас это, в документы, мои документы какие-нибудь, да? Приходите, у вас первое. Так, свидетельство о рождении с собой? Нет? До свидания. Ну, то есть, какой-то вот пункт, если вы его кладете, окей, нету, сразу до свидания. То есть, дальнейшие действия сами даже не будут пытаться выяснять. Это continue, то есть, если на каждый, следующий, следующий, continue, continue, это пропуск этой итерации, переход в следующий. В цикле for continue бывает удобен, в цикле while это зло, его сложно правильно организовать. Лучше запомните, в while continue не надо. От continue всегда можно избавиться при помощи этого if, то есть, обратить его и выложить все это дело, сдвинув в сторону. Break сложнее, но при желании можно и от break избавляться, особенно если в цикле нужно выпрыгивать из середины. Редко эти ситуации встречаются. В данном случае я просто могу прервать дальнейшее вычисление и сказать, окей, вот так вот. Но, есть еще один момент. Логически, если я пойду по старому, без break, сейчас я две версии функции сделаю, этот вариант и, сейчас, секундочку, надо было вверх, сверху сделать, значит, второй вариант. Несколько определений, они работают примерно одинаково. Смотрите, с флагом, но я говорю, ребят, мне нужно вот эти логические значения, по сути, логически перемножить. То есть, что тут происходило? Если у меня хоть один ноль логически встретился, то, будучи логически перемноживанием, выражение зануляется. Изначально единичка, а дальше накапливается. Как помните, P умножить равно X, когда произведение мы считали. Ребята, да это же просто, флаг должен вот эти высказывания на себя натягивать. Флаг, да, end, тадам, ну, я в скобки возьму. Там, красота. На самом деле, для Пайтона это не нужно, скобки, да, для Пайтона у меня, у вот этого предиката, вот этого предиката, оператора сравнения обладает более высоким приоритетом, чем end. Но если я буду пользоваться немножко другим, там, в нампе, то мне нужен будет другой оператор, у него другой приоритет, там, плохо. Так что, в принципе, лишние скобки иногда бывают не лишними. Здесь они не нужны. Я вообще не очень сильно люблю с end or их писать. Но сейчас я поставлю. Да, пожалуйста, это будет работать. Проверять не будем, хорошо? Но, есть еще один вариант. Дело в том, что я обнаружив первый делитель, могу сделать return false сразу. А если так, то тогда вот эта ситуация остается только в том случае, если был флаг true. Тогда флаг мне вообще не нужен. То есть, если у меня весь этот код написан внутри функции, я могу воспользоваться тем, что return, он как break, еще и с возвратом значения. Все супер, прекрасная красота, нравится мне. Ну, как сказать, наверное. Но дело в том, что я могу написать вот эту штуку намного короче. Это полезно все, в первую очередь, сейчас для восстановления вашей памяти синтаксиса Python. Поэтому я за это и борюсь. Теперь смотрите, в одну строку, только iSert забудем. Итак, смотрите, что я могу сделать? Я хочу вернуть факт того, что все такие предикаты, все такие предикаты, они являются истинными для всех d в диапазоне начиная от 2 до x минус 1. Правда? Но я могу сразу сформировать все эти предикаты. Это будет логический список, правда? Для логического списка существует большая-большая конъюнкция. и, 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 и. Она называется all. Мы ее с вами как однопроходный алгоритм реализовывали. Она делает свертку по логическому i. Изначальный true, а дальше и это, и это, и это. Конъюнкция. Большая-большая конъюнкция. Логическое i. Логическое умножение. А дальше один момент. Я могу убрать квадратные скобки, тем самым генератор списка, который по-английски не называется генератор, называется list comprehension. Ну, по-русски называют генератора списков. Убрать, оставив его чистым генератором, генератором, который на лету генерирует выражение, и это экономит память. А по времени то же самое. И в результате получается, обратите внимание, ну, давай, дорогой, ну-ка, о, я, come on, давайте-ка тогда запустим эту, запустим эту. Я не буду запускать, но я могу здесь на самом деле написать, там, давайте, print for x in range 2,100, давайте последнюю версию, самую коротенькую, запустим. Print, значит, if из simple, двоеточие, print x, запятая, n равно пробел. Давай, тадам, профит. В чем зло этого алгоритма? Он является алгоритмом полного перебора. Ну, то есть, он проверяет все делители, а на самом деле множество делителей можно было бы сильно сократить, сильно сократить, а именно, я могу доказать, что среди, если уж число раскладывается на два делителя, а и b, то среди них обязательно какой-то будет меньше бы с двух, ну, либо равно, меньше либо равно, да, а меньше либо равно b. Допустим, пусть назовем меньше ли из них а. Соответственно, если я домножу это дело на b, то получится а умножить, домножу на а, получится а квадрат меньше либо равно, чем x. То есть, меньше из двух делителей всегда меньше либо равен корня из числа. Значит, я могу остановиться в своем вот этом движении корнем числа, правда, включительно. Это поменяет радикально асимптотику, при том, что сам программный код не, не важно сейчас, какую из версий мы возьмем, да, а именно, так, я забыл тип поменять, уменьшаем область перебора, отбрасывая заведомо не требующиеся. Это не значит, что там нет делителей, они там есть обязательную. Да? Значит, у нас меньший делитель всегда, соответственно, меньше либо равен корня. Да? Та-дам. Control V. Делаем поправочку. Значит, мне нужно вот здесь вот добежать до корня, соответственно, это x в степени 0,5, но это дробное число. Его так не получится. Еще и включительно. Но я сделаю сейчас так. Я добавлю к нему единичку и при этом округлю, округлю. Если я при этом округлю, ну можно раунд сделать на самом деле, ничего страшного не произойдет. Или int. Правда, int отбрасывает в нижнюю сторону его, поэтому он, отбросив его в нижнюю сторону, может при небольшой вычислительной ошибке дать какое-то значение дополнительное. Если я очень волнуюсь, могу плюс 2 сделать. Потому что все равно лишние делители, если для маленького числа он выскочит даже, то ничего страшного, тройка никогда двойку не поделит. Семерка никогда не поделит шестерку. Там заведомо их нет, поэтому там их точно искать не нужно. Ну вот, и вот это вот вроде бы мелочь, но она является мелочью математической. То есть нужно обладать математическим интеллектом, чтобы до этого додуматься. Понимаете? Как я вам говорил, математика важнейшая вещь. Цените математику, учите ее. Она экономит количество операций, а значит ваши деньги. людские ресурсы, экология, углеродный след и так далее. Ладно. Что? Incomplete output? Что-то я не ввел, скобку не дописал. Скобку не дописал. Та-дам! Все. Он есть, он работает. В чем польза его? Ну, я смогу показать эту пользу на больших числах. Ребят, я прошу прощения, я не буду... Что? Хрень какая-то. Сейчас, секундочку. 2, 6. Сейчас. All for the in range. Это не суть. Важно. Важно то, что x в степени 0, 5. Давайте я сейчас округлю его вот тут и плюс 1. Это не важно. Плюс 2. Меня волнует, что он мне не выдал, не выдал кучу чисел. Все. Ребят, я, наверное, этот... Вот здесь не равны нулю. Почему она здесь сработала? Знаете, почему она здесь сработала? Потому что последовательность вычисления ячеек шла не та. Я вначале эту запустил, потом эту. Была ошибка. Не равны нулю. Здесь я, наоборот, что все не равны нулю для... Здесь же return false было, если это условие. А я ошибку допустил в алгоритме. Поправьте, пожалуйста. Не равно. Ладно, время, да, у нас подошло. 11 минут. Значит, ну, разложение числа на множители. Здесь, если вы позволите, я сделаю. Если нет, я прямо отменю, и вы это в лабораторке уже сделаете. Там есть штучка, связанная со списками сепенда. Показать одну секундочку или нет? Давайте. Ну, давайте. Один. Возьмем алгоритм какой-нибудь вот этот. Самый простой. Дело в том, что когда я раскладываю число на множители, а именно, не просто на множители, а по основной теореме арифметики на простые сомножители, да, то есть я назову это factorize. Факторизовать число. Это как раз вот здесь это не требуется. Требование может быть равным 1, скажем, больше либо равно нулю. Значит, теперь флага никакого не надо. Мы все равно будем долбить число, пока долбится. Значит, что я буду делать? Я буду, пока х не равен единичке, искать и перебирать делители. Делители при этом я буду все время двигать, начиная от двойки и до, соответственно, ну, пока не найду. Если х делится на делитель, а лучше даже так, пока х делится на делитель, пока х на него делится, я буду у х этот делитель откусывать. Вы помните вот такую нотацию разделить равно? Надеюсь, что помните. Да, это означает то же самое, что х равно х разделить на д, ну, в данном случае нацело. Но я забыл отпраздновать этот делитель, надо отпраздновать его, да. Если я его принтану на экран, это, конечно, прикольно, но не самое веселое, что можно сделать. Значит, ну, в принципе, пожалуйста, а если вдруг этот делитель не нашелся, или, скажем так, мы из него все, что можно было, выжили, d плюс равно 1. Замечательно, эта факторизация будет работать. Запускаем факторайз для числа 120. Та-дам! Вот он разложил его на множители. Правильно разложил, не волнуйтесь. Значит, теперь что? 4х3, 12, умножить на 10, 120. Но, но, я хотел бы, чтобы факторайз возвращал список, я не вижу, что на экран этого плева, я хочу функцию, который return был. Как мне это сделать? Мне надо сформировать список делителей, да. Давайте назовем его divs, создадим его, вначале это будет список, список создается квадратными скобками, а добавление элемента к списку происходит через append. Добавление в конец экономная операция, добавление в начало insert в нулевую позицию, дорогая, плохая. Просто запомните, это было связано со вставкой в массив, динамический массив удобно расширять в конце, в середину, начало вставлять и удалять оттуда не стоит. Просто напоминаю. Все, тадам! Вот он профит. Если захотеть, можно еще и к ним там степень, чтобы в этот список попадала двойка, а во втором списке была с какой степенью эта двойка, все это можно прикрутить, сейчас это не так важно. Последнее, что произнесу, сколько делителей у числа 120, как это посчитать? 2 в кубе, 3 в первой, 5 в нулевой, 5 в первой. 3 плюс 1 плюс 2 умножить на 2, умножить на 2. Потому что по комбинаторике каждые двойки могут не войти совсем 0 двойка, 1 двойка, 2 двойки, 3 двойки. Все делители, они представляют из себя, соответственно, простое число, вот у меня 3 простых числа, первое простое число, второе число, умножить на третье простое число, а степени от нуля до той, которая у нас, собственно, участвует. Здесь 3, 1, 1. Понятно? Поэтому я могу сказать, что их, соответственно, что? 16 делителей у этого числа, включая тривиальные, включая единицу и 120. Конец лекции. Спасибо вам большое. Приходите в следующий раз.